Девушки отдыхают 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 Вы будете ловить рикошеты, не пробить И у вас это будет приятным бонусом Для вас это станет Но это не та броня, повторюсь, на которую стоит рассчитывать Но иногда она вам поможет, иногда спасет вас В остальном танчик мне, ну, на самом деле понравился Чуть меньше, чем шестерка Несмотря на то, что это точно тот же самый танк, да Но он уже видит в своем балансе Нажав кнопочку ТАП, он чаще видит восьмерки Начинает видеть девятки, да И там уже он не так силен, как шестерка на своем уровне Поэтому танк в целом хороший, да Может даже выше среднего Но ничего особенного, оставлять его в ангаре не стоит Прошли и как бы продали Но никаких трудностей при игре на нем, я думаю, вы испытывать не будете Потому что машина хорошая, да Восьмой уровень, Т-44 Пантера Уже первый танк с механизмом дозарядки, да Три снаряда в барабане Извините Три снаряда в барабане Перезаряжаются между выстрелами достаточно быстро 2,5 секунды И при этом сами пульки заряжаются Ну, тоже вполне комфортно 9 секунд, чуть меньше 9,7 секунд То есть А, еще главная особенность этого танка Вот это прям вот Я играл, я был очень удивлен, но это так По габаритам, видите, по формам это обычная немецкая Пантера Но при этом у нас удельная мощность 22 лошадиные силы на тонну И еще максималка 60 км в час То есть это динамика легкого танка При том, что у нас такой огромный сарай Он катается как легкий танк по карте Да, я был очень сильно удивлен от этого Потому что реально обгоняете каких-то средних танков Которые, казалось бы Какие-то средние танки, которые, казалось бы, достаточно динамичны Вы их обгоняете И это достаточно забавно выглядит И в целом танк играется именно от орудия и от динамики Потому что в плане стрельбы у пушки все очень хорошо И перезарядка, да, там И разброс, и стабилизация Все очень комфортно И при этом еще динамика, да Очень прям мега комфортная Вы можете занимать даже достаточно агрессивные какие-то позиции Раздавать оттуда урон И уже ехать на другой фланг, на другое направление С этим танк очень хорошо справляется Меняет какие-то позиции Потому что, ну, повторюсь, динамика очень хорошая Еще стоит отметить Это тот танк, который вы Ну, раздав все три пульки с барабана, да Тот танк, на который не будут все равно выкатываться противники Потому что он не станет как бы уязвимым Таким мальчиком для битья Как другие барабанные танки Потому что следующий снаряд перезаряжается достаточно быстро 9 секунд И на самом деле это реально быстро То есть вы всегда сможете успеть огрызнуться в ответ Если на вас поедут Если у вас там что-то не будет до конца перезаряжен барабан Это реально тот танк, который всегда сможет выстрелить какие-то снаряды Там два или три или даже один Он всегда сможет огрызнуться В этом плане танк очень классный Мне очень понравился И даже, наверное, один из немногих Которых стоит подольше в ангаре оставить Покатать его И получить прям вот все эти положительные эмоции От игры на этом барабанщике Следующий стандарт Б 9 уровень Вот тут вас, наверное, ждет первое разочарование Потому что машина Ну, откровенно, плохая Ну, не знаю, прям Не прям сосновое говно, да? Нет, танк ниже среднего Я бы даже сказал, значительно ниже среднего По формам, видите, это леопард немецкий Леопардовый танк такой И в чем его фишка? У него, у первого из итальянцев УВН минус 10 У него хорошее пробитие 268 базовым снарядом Динамика, да, неплохая Но при этом само орудие Оно очень, оно прям дико некомфортное У него ужасная стабилизация Оно прям косое Вот откровенно косое Я вот сколько играл Раздавал эти три снаряда за барабана И не попадал И вот просто вы полностью сводите Пытаетесь полностью сводиться И не попадаете И от этого так пригорало Потому что, ну как бы ничего Кроме орудий у нас с толком-то и нет Да, и динамика там разве что Но орудие не попадает И как бы все И уже ничего у нас нету И перезарядка Самое главное Перезарядка между выстрелами 3,25 секунд Это настолько долго Я не знаю, не помню Сколько умели кранвагна Но там, по-моему, даже 3 секунды То есть вы выкатываетесь Вы подставляетесь под противника Чтобы выстрелить И пока вы раздаете свой барабан Но вы прям даже слишком долго стоите И подставляетесь под него Пока раздаете эти пульки С 360 альфы Если кто не знал Итальянцев сначала хотели 400 альфы Потом 350 В итоге сделали 360 альфы Да, у топов Девятки и десятки Но реально Стоять 6,5 секунд Под противником Чтобы эти пульки Так раздавать И при этом Если еще там Средние и дальние дистанции Вы не всегда попадаете То от танка Очень сильно у меня Пригорало И играть прям Плевался просто От него Было очень сложно Непонятно Что на нем было делать Когда вроде пушка есть Но вроде бы и нету Но Все таки Наверное Это не тот танк Который Прям вот Вообще Ужасный Прям вот Мега соснул И прям он всем проигрывает Ну Играть на нем можно Да То есть Это проходная машина Оставлять его Ни в коем случае Не стоит Но как бы Чтобы дойти до десятки Танк в принципе Если вы знаете На что вы сели Знаете на что Ваша машина способна И какие она Вы крутасы Может выдавать То в принципе Протерпеть его Можно Да И Особо Если вы привыкнете К нему Уже будет все нормально Да Но Танк реально плохой Откровенно плохой Не знаю почему Так сделали разработчики Но Ужасная машина Десятый уровень Про джета 65 Вот тут Первая машина В которую Я не смог За первые Несколько боев И это первая машина Которая реально Сложна Из-за своей Механики Дезарядки Потому что Тут уже Немножко другие Другие силы Как бы Вмешиваются В нашу машину И первое время Я реально не понимал Только к бою Наверное Шестому Там седьмого Просек Фишку Как правильно Играть на этом танке В чем прикол У нас 4 снаряда В барабане И весь барабан В целом Перезаряжается Очень долго Да Там 40 Блин Не помню Сколько Как так делать Гайд Забыть Сколько Перезаряжается Ну 20 33 Около 40 С лишним Секунд Да Он перезаряжается Первый снаряд Там 13 Секунд Второй 11 И потом 9 и 8 Да 9 соответственно И 8 секунд И В чем Самая главная Фишка Вам не всегда Надо раздавать Все 4 снаряда За барабан Даже если Есть возможность Вы выкатились На противника И вы прям Раздаете Все снаряды В него Надо Очень четко Понимать Когда Вам надо Раздать 2 Может быть 3 снаряда Может быть 4 Поясняю Почему Иногда Ну Как бы В наших Турбосливных Боях Урон Можно наносить За счет ДПМ У танка Проседает У итальянцев Значительно Проседает ДПМ Если вы Раздаете Все снаряды И если Вы с Проджетто Первый барабан Раздадите Все 4 снаряда А потом Будете циклично Стрелять С этой Перезарядкой В 13 секунд То вы Если это Турбослив Ничего толком Не настреляете Да Потому что Для альфов 360 Это никакая Перезарядка Просто космическая Поэтому Реально Стоит Достаточно Часто Раздавать Либо 2 Снаряда Либо 3 Снаряда И достаточно Редко У вас будут Моменты Когда вам Стоит Все 4 снаряда Выкинуть Из барабана И уже Уехать Куда-то Перезаряжаться Вот если вы Собираетесь Сменить направление Сменить фланг Вот только тогда Вам наверное Стоит все 4 снаряда Выкинуть И уже уезжать Да Вы пока будете Ехать на другое направление Вы Перезарядитесь Уже Но в остальном Как раз Вся сложность Этого танка И была в том Чтобы правильно Понять Грамотно Оценить Когда вам Стоит раздать Все снаряды А когда меньше Да И поэтому Первые бои Мне было Реально Очень трудно На нем Играть Я этого Сразу Не понял Не будьте Как я Сразу Вы думайте О том Сколько снарядов Вам раздавать Чтобы сильно Не потерять В ДПМ В остальном Танк Очень приятный И комфортный Для игры Динамика у него Хорошая По броне Стоит сказать Видите Он такой Футуристичный Прям И у него Очень дикие Наклоны Прям Везде Такой Папакатый Да И как бы Брони Вроде бы И нет Но иногда Из-за этих углов Будут какие-то Рикошеты Или еще что-то Да То есть Иногда Броня Будет вам Помогать Но не рассчитывайте На нее Ни в коем случае Ее как бы Нет У ВНа Здесь Минус 9 Да Не минус 10 Но Как бы Вполне Все комфортно Играть удобно Еще Из-за форм Танка Он выкатывается Из-за холмов И как бы Не сильно торчит Да Видите Какие у него Ну прям Такие габариты Еще башни в середине Фактически Да И играть от холмов Очень удобно Прям очень комфортно В остальном Что еще хотел По нему сказать По десятке Прям про десятку Долго говорим Но Здесь И стоит того Она Как бы Проговорить по нее надо Потому что Сложная В остальном Машина Как бы Вполне комфортная Играть на ней Очень приятно Но вот с пушкой Еще раз повторюсь Помните Когда вам стоит Сколько снарядов Разряжать Из этого орудия В принципе Наверное По танчикам Пробежались Да В целом Какие ощущения От ветки Очень приятные Машину Все машины Практически Все Кроме девятки Либо хорошие Либо очень хорошие Да Даже там имбовые Шестерку И восьмерку Я бы вообще Отметил Как танки Которые стоит Оставить чуть подольше Поиграть Прочувствовать их Да Десятка Единственная Очень хорошая машина Да Ну Хорошая Хотя бы Просто точно Но сложная Да Именно В плане Как бы Менеджмента Орудия Менеджмента Снарядов В вашем магазине Да Как умно И глупо Одновременно Сказал Но Об этом Стоит Помнить И стоит Знать Что Когда вам Стоит Разрядить Часть снарядов Когда стоит Все разрядить Да В этом плане Машина Требовательна К количеству Боев Которые Вы отыграли На ней Чтобы уже Представлять Как и где Вы можете Себя Показывать В остальном Повторюсь Еще раз Ветка Очень комфортная Советую Качать Абсолютно Всем Даже Новичкам Потому что Ну как бы Это не тот Барабан Который Французов Допустим Да У тяжелых Там Танков Которые Вы всегда Должны Знать Четко Понимать Когда вам Уходить На КД Нет Здесь Вы Вполне Спокойно Играете Раздаете Барабаны Как цикличный Танк Вполне Потом Способны Выстрелить И средние Танки Здесь Очень Хорошие То есть Играть Очень Приятно А где Это Прям Нагибать Можно То есть Даже Для Новичков Я Советую К прокачке Эти танки И сложных Реально Машин Единственная Десятка В остальном Сложных Машин Нет Они Все Вполне Понятны Играть На них Просто И Ну Как бы Вполне Приятно С этой Механикой Новой Еще Вполне Реально Советую Качать Всем В принципе Наверное Все Пишите Обязательно Ваше Мнение По поводу Этих Танков Будете Ли Вы Их Качать И Какие Вы Машины Выделяйте Какие Вам Больше Все Понравились Ставьте Обязательно Лайк И Увидимся В следующих Видосах